странники сферы роман автор александр дорошенко текст читает автор часть 2 льды и скалы эпиграф он в мире первым смотрел телевизор читал кастанеду сушил носки пес одиночество рвал его горло тупыми клыками хмельной тоски а в мире втором мотыльки и звезды хрустели как сахар под сапогом и смысла не было не было ни в том ни в другом а в мире третьем он стиснул зубы подался в сталкера мертвых зон сдирал дымящийся полушубок пройдя сквозь огненный горизонт ввалившись прокуренное зимовья рычал из спутанной бороды что смысла не было не было туды растуды олег медведев солнце пролог разбойничья тропа осенний ветер сорвавшийся с вершин красного хребта вобравший в себя стыл из ледника медвежья лапа холодным потоком обрушился в долину штальхольма заставляя почтенных обывателей спешно утепляться в ожидании скорого снегопада красноносые завсегдатаи просиживающие штаны на деревянных лавках трактира бездонная бочка согревали нутро перцовым грогом и наперебой доказывали друг другу что наступающая зима заткнет за пояс предыдущие толкуя в подтверждение своих слов различные приметы точно также они болтали в прошлую осень и дюжину лет назад кривой петр звонарь получивший свое прозвище за то что его язык постоянно болтался словно било у медного колокола сообщил благодарным слушателям что эта зима точно окажется последний так как солнце утонет в океане после чего на землю спустится ледяная дева и всем придет конец на недоверчивые вопросы приятелей откуда он узнал про надвигающийся катаклизм петер начинал что-то невнятно бормотать про аномальное поведение мышей в амбаре над ним смеялись и тут же придумывали новые жуткие истории бюргерам было скучно бюргеры хотели страшных сказок настало время когда активная деловая деятельность замерла до весны уступив место хмельным праздникам свадьбам и долгим трактирным посиделкам вино и пиво лилось рекой под музыку угрюмых музыкантов бродячих трубадуров вставших на постой по причине наступивших холодов впрочем далеко не все странники спрятались под теплые крыши по узкой дороге соединявший долину штальхольма скитовым берегом идущий через костяной перевал которая носила заслуженное прозвище разбойничья тропа медленно двигалась небольшая повозка круженная вязанками хвороста и и тащила унылая мохнатая темно-коричневая лошадка местной породы рядом шла девушка лет 17 в непримечательной грубой крестьянской одежде сильно поношенной и грязной на ногах у нее болтались разваливающиеся сапоги подвязанные для прочности веревочками на голове красовалась бесформенная шапка больше всего девушка напоминала безземельную батрачку или дочку мелкого торпоря вынужденную подрабатывать извозом правой рукой она держала поводья левой сжимала толстый дорожный посох и худой изможденное лицо было бледно вокруг глубоко запавших глаз лежали густые тени такой эффект может дать только долгое недоедание и сильную усталость девушка часто оглядывалась назад и всякий раз после этого принималась понукать лошадь но то похоже устала не меньше хозяйки и потому выслушав очередную нотацию ускорялась всего на несколько секунд а затем вновь переходила к прежнему вялому шагу мало отличавшемуся от простого топтания на месте ну давай же тупая скотина двигай свои тощи задницы кабистаны 20 штангенциркулей разве ты не видишь что творится на небе мы должны обязательно пройти перевал до темноты всякий раз раздраженно говорила девушка но упрямая кобыла ее не слушала черные снеговые тучи тем временем медленно выползали из-за гор скоро очень скоро начнется сильный снегопад и тогда им придется плохо ведь до перевала еще далеко но девушку похоже беспокоило не только быстро портящаяся погода на и что-то еще несколько раз она останавливалась отходила на обочину и ложилась ничком на землю прижимаясь ухом к холодным камнем полежав так немного она вставала и вновь трогалась в путь с каждым разом ее лицо становилось все более озабоченным тонкие пальцы силой стискивали посох в словах обращенных к вредной кобыле проскальзывали панические нотки похоже девушка чего-то сильно опасалась постепенно впадая в отчаяние внезапно в кустах слева послышался шорох громкий треск затем на дорогу вывалился огромный детина двухметрового роста одеты в меховой полушубок и кожаные штаны вид он имел совершенно зверский напоминая людоеда с картинки из детской книжки круглое заросшие густой бородой лицо толстые словно поление руки поросшие рыжей шерстью широченные плечи и слоноподобные ноги людоед грозно рыча выразительно помахивал огромной сучковатой дубиной выломаны похоже прямо здесь чаще при виде такого чудовища любая крестьянская девушка должна была с визгом броситься бежать не разбирая дороги но путница и брови не повела она просто остановилась ее большие глаза смотрели спокойно и чуть насмешливо на обветренных губах появилась слабая улыбка здоровяк явно не ожидавший такой реакции тоже остановился прекратил рычать и опустил дубину за ним следом вышли еще пятеро мужчин с оружием в руках молодые крепкие парни хорошо и тепло одеты весело улыбающиеся при виде добычи и девка куда торопишься на ночь глядя спросил парнишка лет 16 с длинной гривой белых волос или заблудилась так мы дорогу покажем все шестеро дружно рассмеялись высокие плечистые мужчины одеты богаче остальных по всей вероятности главарь подошел и положил руку на край повозки что молчишь дура амбарная или напугалась нас спросил он и все вновь засмеялись похоже ребята здорово соскучились сидя в засаде так что теперь их могла рассмешить любая тупая острота шли бы вы мальчики своей дорогой не громко сказала девушка ее голос звучал совершенно спокойно без всякой угрозы но разбойники внезапно замолчали и улыбки исчезли с их лиц ты вижу девка смелая сказал наконец глава смелая но глупая нельзя с нами разговаривать таким тоном хотели тебя просто отпустить но теперь не выйдет наглецов надо учить послушайте парни если вы сейчас уберетесь отсюда то у вас появится шанс вечером обнять любимых женушек ежели нет калли это малявка нам похоже угрожает громко сказал людоед и стукнул дубины по мерзлой земле ишь какая борзая нашлась поддержал его худой разбойник с рябым а то с по лицом да что с ней разговаривать спокойно прикрикнул главарь которого как оказалось звали карл потом он вновь взглянул на девушку взгляд был очень недобрый ты нам угрожаешь да знаешь кто мы такие я карл блём гост а это мои ребята нашу банду знает вся северная марка и мы не привыкли чтобы всякие нищие соплячки если ты и дальше будешь терять время и трепать языком то огребешь на орехи не от меня я ведь всего-навсего бедная деревенская девочка а тех кто идет по моим следам и кто за тобой гонится фыркнул блин гост хозяину которого то украл эту клячу или папашка мечтающий отодрать вожами за слишком наглый язык нет ленсман северной марки андерс свэнсен слышал о таком и с ним дюжина гвардейцев марк графа отта примечание ленсман в королевстве и лора должностное лицо занимающиеся розыском и поимкой преступников марка королевская провинция марк граф наместник марки назначаемый королем что не смеши меня чего это вдруг ленсману приспичило гнаться за тобой просто неделю назад я слегка попортила здоровью сына марк графа благородному лоба знаешь у него теперь серьезные проблемы с женским полом зато при виде куриц так ты та самая ведьма карл машинально сделал шаг назад остальные разбойники тоже попятились о скандальном происшествии сына марк графа знали все и хотя знахари утверждали что в ближайшее время им удастся привести все в порядок прозвище курощуп похоже останется за молодым господином до конца жизни врет она не слушаю карл крикнул длинноволосый парнишка какая из нее ведьма иди ко мне петушок если такой смелый промурлыкала девушка поднимая правую руку между пальцев заплясали бледные молнии парень писнул и спрятался за спину людоеда ведьмочка устало усмехнулась и опустила руку молнии погасли на какое-то время наступила тишина разбойники переглядывались задираться к настоящей ведьме им очень не хотелось а уйти мешала гордость внезапно вдали раздался свист потом еще и еще это бенка крикнул рябой похоже девчонка не врет надо смываться стоять ряфнул блюмгост это наш лес шавкам марграфа здесь нечего делать он пристально посмотрел на девушку отвлечешь их или беги отсюда девушка криво усмехнулась если б я хотела то уже давно спряталась в лесу я не могу бросить повозку тогда стой тут по местам ребята разбойники кинулись в кусты и исчезли ведьма немного помедлив забралась в повозку и встала на охапке хвороста свой посох она держала перед собой обеими руками в базовой стойке словно забияка на ярмарке решивший посчитать ребра приятелю наступила полная тишина и в этой тишине стала тщетливо проступать топот копыт приближающихся всадников девушка быстрым движением стянула с головы шапку скинула с плеч рваную не по размеру большую матросскую куртку затем сняла разбитые сапоги снова выпрямилась холодный ветер вырошил волосы первые снежинки плавно опустились на рукава блузки она недовольно поморщилась и повела плечами тонкие пальцы сжимающий посох побелели из кустов послышался скрип натягиваемой арбалетной тетивы и щелканье воротка потом все стихло всадники вынеслись из-за поворота метрах в пятидесяти они явно очень торопились но идя в тонкую напряженную фигурку ведьмы принялись отчаянно тормозить словно перед ними выросло целое войско Ленсман Андерс Свенсен грузный седовласый мужчина лет сорока пяти в черненой кольчуге и длинном коричневом плаще осадил горячего коня и с подозрением посмотрел на противницу она была одна и казалась совершенно беззащитной но Ленсман прекрасно помнил что всего три дня назад эта худая девчонка положила половину его отряда при переправе через шасту тогда ведьма застала их врасплох напав из засады сейчас же бежать ей некуда но Ленсман медлил с атакой он специально гнал ее все эти дни перед собой не давая отдохнуть и набраться сил словно терпеливый охотник преследующий раненого но все еще опасного зверя и только последние пару часов ускорил погоню испугавшись что в приближающемся снегопаде жертва сумеет исчезнуть сейчас карты выложены на стол в ближайшие пару минут все решится эх как жаль что вместо надежных лесных псов с ним неповоротливые графские гвардейцы хотя неужели полумертва от голода и усталости девчонка сможет дать отпор 13 отлично вооруженным мужикам ерунда не бывать такому позор шасты больше не повторится слушай меня ведьма с тобой говорю я ленцман северной марки на службе его светлости марграфа отто андерс венсен если покоришься и сдашься то обещаю почет и вежливое обращение в противном случае ты умрешь ведьма молчала она продолжала неподвижно стоять в кузове повозки держа посох за середину обеими руками ленцман повернулся к гвардейцам ладно парни прикончим эту суку кто первый насадит ее на копье получит от меня пять империалов потом отстегнул от луки седла тяжелый шлем украшенный волчьим хвостом и одел на голову не опуская забрала за его светлость прокричал он и клич подхватили остальные опустив копья в садники начали разгон ленцман копья не имевший вытянул из ножен меч земля мерно затряслась под копытами боевых коней ведьма продолжала стоять на месте такая невозмутимая словно перед ней была группа младших школьников на прогулке а не лавина тяжело вооруженных всадников сейчас мы ее сейчас думал ленцман отводя правую руку для удара похоже она не собирается защищаться странно а вдруг это ловушка слишком все просто за секунду до того как кованые наконечники копьи пробили на вылет беззащитное тело девчонки она внезапно прыгнула куда-то вбок прямо под копыта коней сверкнула ослепительно белая полоска стали одна из лошадей взбрыкнула и громко заржав рухнула на землю придавив всадника ведьма ужом юркнула под повозку и проскочив под ней рубанула по ногам второго коня невесть откуда взявшимся мечом тот опрокинулся навзничь всадник прокатился по земле и приложился головой о большой камень шлем спас череп но бедняге это не помогло и он остался лежать со сломанной шеей проклятая девчонка вновь спряталась под повозку напрасно всадники пытались достать ее копьями спешатся сучьи дети прорывел ленцман но прежде чем его приказ успели выполнить из леса полетели стрелы тяжелый арбалетный болт почти по оперению вошел в бок одного из гвардейцев и тот вылетел из седла две стрелы попали в коня скакавшего рядом и он встав на дыбы сбросил седока еще одна стрела ударила ленцмана в грудь но отскочила от зерцала воспользовавшись общим замешательством ведьмочка выскочила из-под повозки схватила по воде коня лишившегося всадника затем легко словно обезьянка запрыгнула в седло ее губы зашевелились произнося заклинание усмирения и горячий боевой скакун не подпускавший к себе никого кроме хозяина и знакомых конюхов покорно повиновался развернувшись девушка что-то громко крикнув ударила босыми пятками по бокам усмиренного жеребца потом выбросила вперед правую руку с узким прямым мечом и ринулась в бой рубанов наискость попавшего по пути гвардейца она не останавливаясь влетела в самую гущу схватки людоед выскочивший на дорогу первым рычаг крутил вокруг себя гигантскую дубину нанося страшные удары его товарищи не отставали стараясь первым делом поразить лошадей дабы потом добить на земле свалившихся всадников ленцман увидел несущуюся прямо на него девчонку оскалился и кинулся на перерез он нисколько не сомневался в победе 30 лет службы долгие часы тренировок бесконечные походы и схватки разве может эта чумазая мартышка похвастаться чем-то подобным коротко размахнувшись андерс нанес мощный рубящий удар мечом намереваясь выбить клинок из тонкой почти детской руки ведьма конечно может быть очень ловко и юркой но в ближней схватке все решает грубая сила и тут у крепкого мужчины имеется полное преимущество ленцман не понял что произошло страшный удар почти не встретил сопротивления руке стало на удивление легко потом он в изумлении уставился на короткий обрубок в который неожиданно превратился меч в следующий миг холодная сталь нежно коснулась его горла разжав пальцы и уронив бесполезный эфес на землю андерс замер и посмотрел в лицо своей противницы та глядела на него прямо устала улыбаясь в ее больших глазах не было злобы ты проиграл голос девушки оказался низким и хриплом сдаешься никогда твердо ответил ленцман им внезапно овладела апатия и полная равнодушие к собственной судьбе напрасно ведьма криво усмехнувшись неожиданно опустила оружие убирайся отсюда мимо промчались несколько всадников и старый воин неожиданно понял что гвардейцы бросив командира улепетывают со всех ног без оглядки словно трусливые деревенские ополченцы убирайся повторила девушка андерс кинул взгляд на приближающихся разбойников потом не раздумывая больше дал шпоры коню один из разбойников скинул лук но тут вмешался карл не надо пусть скачет потом главарь повернулся к ведьмочке так как ни в чем не бывало подъехала к повозке забралась внутрь и принялась натягивать на зябшие ноги свои бесформенные бахилы ты хорошо дерешься и меч у тебя отменный откуда взяла из посоха достала буркнула она закутываясь в куртку карл хмыкнул потом повернулся к своим ребятам ну что уставились лентяи расму с кельди бьорк обдирайте лошадей фин тори займитесь жмуриками где этого бенку черти носит послушай карл девушка закончив одеваться спрыгнула с повозки и подошла главарю прости меня за грубость со всеми этими неприятностями я совершенно разучилась вежливо вести беседу разбойник ухмыльнулся и насмешливо сказал боже я тронут сейчас разрыдаюсь похоже ты просто очень хочешь меня о чем-то попросить верно девушка опустила голову я шла к китовому берегу где надеялась найти убежище но мне одной туда не дойти через несколько часов снег заметет перевал и мы с шустрой попросту замерзнем конечно только больные на голову пускаются в путь в такую погоду но ты ведь ведьма почему бы тебе не сесть на метлу или ветку астралиста и долететь по воздуху я еще не встречала ведьм которые умеют летать это враги сказки для детишек пойми я растратила все силы если в ближайшие часы не найду места для отдыха то умру прошу тебя разреши мне идти с вами Карл в изумлении посмотрел на нее потом не выдержав громко рассмеялся да ты рехнулась девка только второй ведьмы нам еще не хватало одной вполне достаточно я умею лечить и предсказывать погоду от меня не будет неприятности клянусь незаметно подошедший людоед громко хмыкнул а что Калли давай возьмем девчонку может они састрят передерутся вот будет потеха кончай бьерк не смешно Карл внезапно задумался ты действительно знахарка или только проклинать умеешь я знахарка моя семья спокон века лечила людей правда я плохо разбираюсь в ваших северных травах но это не важно в конце концов вы всегда сможете меня выгнать или убить если сочтете нужным хорошо ответь мне тогда на один вопрос Карл на секунду остановился потом продолжил что ты везешь в своей телеге такого ценного почему не бросила и не спряталась в лесу если я отвечу ты разрешишь присоединиться к вам сначала покажи хорошо покорно сказала девушка она вытащила из ножен на пояс небольшой нож и подошла к повозке бьерк помоги пожалуйста вытащить эти вязанки здоровяк ухмыльнулся и с удовольствием начал освобождать телегу от хвороста сейчас он уже не выглядел страшным людоедом а скорее добродушным великаном из тех что так нравятся маленьким детям и хрупким женщинам спасибо пока все ведьмочка запрыгнула в повозку и принялась разрезать веревки на последней самой большой вязанки Карл бьерк и остальные разбойники подошли ближе через несколько мгновений хворост рассыпался обнажив длинный полотняный сверток размером с человеческое тело девушка бережно отвернула верхнюю тряпку и открыла голову мужчины с длинной бородой и спутанными коричневыми волосами его лицо обтянутое молочной белой восковой кожей было очень худым глаза закрытые тонкими веками почти утонули в глазницах «О как!» — сказал кто-то «Мертвяк!» «Он не мертв!» — с жаром воскликнула ведьма «Не мертв, а заколдован! Смотрите сами!» Карл залез в повозку и коснулся кожи на шее человека она была холодной, но не окоченевшей нащупав пальцами вену разбойник попытался услышать биение пульса и дождался слабого одиночного удара секунд через тридцать «Сердце бьется очень медленно» — тихо сказала ведьмочка «Но он жив!» «Действительно жив!» Карл выпрямился, потом посмотрел на девушку «И что это за тип?» «Твой любовничек?» «Мой учитель» «Когда мне было одиннадцать лет, я потеряла семью и осталась совсем одна идти было некуда, дом сгорел он пожалел меня и взял с собой я ему обязана всем, понимаете, всем! кроме него у меня больше никого нет» Карл пожал плечами «Ясно!» «И что с ним случилось?» «Четыре года назад на него наложили проклятие с тех пор я пытаюсь найти способ вернуть его к жизни» «Четыре года?» Бьерк присвистнул «А то я вижу упорное по-моему, она нам подходит я во всяком случае за» «Но что-то забыла в наших краях» Карл продолжал допрос игнорируя слова здоровяка «Судя по твоему говору, ты не из этих мест» «Верно, я с юга» девушка кивнула «Просто узнала, что здесь живет святой целитель» «И решила, разбойники заржали» «Так ты про святого Клауса говоришь?» «Хрюк от смеха» спросил главарь «Да» «Он не способен даже прыщ на заднице вывести не говоря уж об остальном» «К сожалению, я поняла это только после того, как приплыла сюда» его светлостетта, наш мудрый марграф на пару с архиепископом Брэндом решили немножко пополнить казну взяли деревенскую пинчугу, поселили в пещере и распустили слухи о творимых им чудесах наняли нескольких нищих, которые принялись изображать из себя больных и расслабленных затем устроили праздник с массовым исцелением местные, конечно, быстро разобрались, что к чему зато паломники повалили толпой со всех земель, даже с острова Лок приплывал корабль, сам видел девушка невесело кивнула «Вашему марграфу надо кое-что отрезать!» зло проговорила она «Этот святой был моей последней надеждой!» Карл хлопнул ее по плечу «Да ладно, малышка, не переживай так!» «Найдешь еще способ разбудить своего принца!» «Ну что, ребята, возьмем ее с собой?» «Возьмем, возьмем!» закричали разбойники «Чего ж не взять!» «Вон, как она рубилась, самому Ленсману чуть голову не смахнула!» прогудел Бьерк «Значит, решено!» подвел черту Карл «Но учти, будешь плохо себя вести, колдовать там не по делу, или еще что, то не помилуем» «Согласна» «Хорошо» «Да, кстати, как тебя зовут?» «Я, к примеру, Карл Блюмгост из Лильчопинга, а ты?» «А я...» «А я просто Марта» «Марта из Гринсдейла» Карл на секунду задумался «Гринсдейл, Гринсдейл...» «Это ведь где-то далеко на юге» «Верно, восточные земли, зеленая Марка...» «Сойдет» «Ладно, пошли, Марта из Гринсдейла» «Сой告». «Гринсдейл у enfants, красиво,ربrijk книги, зеленый восточный Top»